Я на работу не беру к себе жирных людей, потому что если человек просипал свое тело, он просипет точно мой бизнес. Хотел бы посмотреть, когда все жирные соберутся на суд против меня, это будет забавное зрелище. Мы идем в дверь, которая под кодовым замком. Мне кажется, это очень похоже на Владимира Владимировича. Нет. Зря я это сказал. Я слышал, что твои люди, по-моему, охранники, да, украли 100 миллионов рублей твоих? Ты реально бил их плеткой? Ну, потому что как это сымитировать, я не представляю. Бил, бил. Мне сказали американцы, что если бы я это сделал в Америке, то сожгли бы ресторан. Ай, Саша, камон, камон, нет. Всем привет. Меня зовут Саша Великолепный, а вы смотрите проект «Сколько стоит хата». Сегодня мы приехали в дом миллиардера, продюсера, ресторатора, основателя более ста ресторанов по всему миру, а также проектов Blackstar Fitness и YouTube-канала Оршоу с самыми жесткими пранками на всем YouTube. Александр Орлов. Александр Орлов. Добро пожаловать. Мы в такой расслабленной обстановке развалились на диване. Не отражает ли это твой образ жизни, Саша? Нет, не отражает. Ты очень часто упоминаешь, что ты такой кайфарик, любишь кайф по жизни? Ну, я не говорю так прям, что я в каком смысле кайф. Ты не так ценишь там деньги, какое-то имущество. Тебе важно, чтобы было интересно, было кайфово? Ну, в этом плане, да, конечно. Я думаю, ты имел в виду кайф какой-то в виде там бухла. Ни в коем случае. Наркоты. Нет, Саша, я за тобой давно слежу. Я знаю, я знаю, что ты в принципе даже алкоголя не сторонник много употреблять. Ну, иногда бывает, иногда бывает. Мне кажется, всех бизнесменов в России их можно разделить условно на две части. Ну, богатых бизнесменов. Это первые, которые ведут очень скрытый образ жизни, потому что им есть что скрывать, потому что они в свое время где-то хапнули какой-то кусок, держатся за него и не показывают, нигде они живут, и чем занимаются, и не другую. Но есть еще просто интроверты. Есть еще просто интроверты, которые не хотят. Есть ряд бизнесменов, ну, я там некоторых знаю, которым некомфортно вообще публичность, мне не в кайф. Они ничего никого не украли, просто они талантливые люди, просто они интровертированные. Они не хотят никакой публичности. Там Андрея Милинченко, например. Но ты относишь себя тоже к интровертам, однако интервью с тобой достаточно много на просторах интернета. Ну, мне это как бы для моей профессии, для моего бизнеса, это больше плюс, чем минус. Именно публично. Поэтому я этим как бы и занимаюсь. Есть еще другая часть бизнесменов, которые используют свою медийность для того, чтобы продавать какие-то там инфопродукты и так далее. И заниматься этим. То есть они копят себе аудиторию в Инстаграме или на Ютьюбе где-то. И уже там свои продукты, курсы, тренинги и так далее пропихивают. Но так как ты ко второй части явно не относишься, никогда от тебя ничего подобного не слышал, ты даже не выступал ни на каких конференциях, насколько я знаю. Не, я на ресторанных форумах периодически выступаю. Ну, только лишь в своей тематике, в которой ты уже много лет эксперт. Да, да. Ты миллиардер. Ну, так громко очень. Слово такое мне не нравится. Почему? Миллиардер какой? Рублевый. Вот я хотел спросить, потому что понятие миллиардер, оно в одних источниках... Нет, вообще это слово какое-то очень такое. Я бы к нему не обращался вообще. Не надо. А миллионер? Ну, тоже зачем? Просто успешный ресторатор и все. Саша, это твой дом? Ну, получается, что да. Большая площадь? Около двух тысяч. Комнат? Не знаю, не считал. Не считал комнат. Хорошо. Ну, это немного, немного. Но ты здесь проживаешь постоянно? Ну, не постоянно. Еще есть у меня нычки, где я проживаю. В России или в других странах? Нет, и в России, и в других странах тоже. Но основное время ты проводишь здесь? Если в Москве, но я либо здесь, либо у меня еще есть в городе Тонхаус. Ты очень часто говоришь о том, что ты больше недели в одном месте не любишь проводить. Так и есть. Я вот здесь прилетел в субботу, по-моему, и улетаю я в воскресенье. Недели там с копейками. Не любишь ты вот этот домашний уют подольше насладиться? Ну, просто у меня не получается. Это именно дела? А так ты бы с удовольствием браскайфовался? Ну, пару недель бы я браскайфовался. Потом опять труба зовет. Мне скучно долго находиться в одном месте. Можно говорить, что мы сейчас на Рублевке? Да. В принципе, лучше, наверное, места, чтобы на участке построить дом и нет. Ну, да, да, нет. В каком году ты построил этот дом? Несколько лет назад, не помню. Не помнишь год? Не помню. Ну, может, пять лет назад. Ну, ты уже был признанным ресторатором в России? Ну, был. А уже снял фильмы какие-то? Какие фильмы? Или это запретная тема? Не-не, не запретная. Подожди, у тебя... Ты про какие фильмы говоришь? У тебя три образования, правильно? Одно... Ты имеешь в виду полнометражные фильмы? Да, да, да. Да, снял уже, да, конечно. А, вот. Фильмы тебе приносили доход в целом? Нет, не приносили. Это больше хобби? Да. 2020 год. Да. Пандемия навсегда вошла в историю. Да. Ты открываешь свой YouTube-канал? А у меня время появилось просто много. Ну, то есть это связано? Да, конечно. Появилось много времени, мы были на карантине. Ну, не мы, весь мир был на карантине. Вот. И, конечно, пришла эта идея. Она мне давно была в голове, просто учитывая сложившиеся обстоятельства, ну, глупо было этим не воспользоваться. Долго думал над форматом, вот в итоге пришел к такому формату, что это будут пранки. А сейчас мы так вот его разные, разные сейчас темы и форматы моделируем, придумываем, вот, экспериментируем, короче. Ну, расскажи, амбиции, которые ты ставил перед собой, открывая YouTube-канал, они исполняются? Ну, постепенно, да, постепенно исполняются. Ну, как минимум, ну, надо в этом еще начать было разбираться, да, то есть это тоже такой бизнес своеобразный, да. Я постепенно начал там разбираться, что заходит, что не заходит, какие там подводные камни, какие нюансы. Вот это тоже такие моменты, которыми сначала были непонятны. Нет ощущения, что таким контентом, я про пранки именно говорю, ты немножко даже опередил время на YouTube, потому что там все очень серьезный подход к съемке, к монтажу. Ну, у меня изначально пранки, почему? Потому что я любил разыгрывать своих друзей, всегда. Не снимая это? Ну, я снимал это, ну, так очень любительски. Вот, я всегда разыгрывал. Так как у меня много друзей-артистов, я начал с них, вот, и действительно я делал пранки не постановочные, а такие реальные. Ну, и продолжаю делать, просто их уже мало осталось, этих моих знакомых, да. И уже как-то, мне, честно говоря, уже поднадоело эти пранки делать немного. Но все равно, у нас там есть еще ряд сценариев, скоро будем снимать там некоторые розыгрыши. Вот я хотел узнать, сколько стоит снять один такой выпуск? Я могу сказать. Я думаю, что если посчитать, значит, продвижение плюс продакшн, плюс постпродакшн, все вместе, то это, ну, под миллион где-то получается. Но учитывая, что это хобби, это никак не окупается? Пока не окупается. Мы просто, как бы, для того, чтобы это начало окупаться, там должны появиться достаточное количество подписчиков, да, и достаточное количество просмотров. Просмотров нормально, а подписчиков пока, ну, не так много. Вот, поэтому сейчас работаем над этим, над увеличением количества подписчиков на канал. А как коррелируется то, что тебя в России, да и в мире уже знают как одного из лучших рестораторов, а ты открываешь канал с пранками достаточно таким движением для очень молодой аудитории? Но мне неинтересно было бизнес-канал делать. Мне заниматься бизнесом, мне немного скучно. И мне хочется чем-то другим заниматься, более творчески. Подожди, когда ты открыл свой первый ресторан? В 98-м? Да. Получается, за 20 с лишним лет тебе только сейчас стало скучно? Ну, я думаю, что не только сейчас, но мы просто уже устали. Я устал от этих ресторанов реально. Постоянно эти рестораны в голове, просыпаешься, рестораны, высыпаешь рестораны, постоянно их открываешь, постоянно эти дизайны интерьеров, шефа, управляющие. Уже в рутину превращается. Ну, действительно, мне реально уже надоело. И хочется просто другим чем-то заниматься, более творческим. А ты сейчас уже отошел от оперативной деятельности? Нет, не отошел. Если от нее отойти, то там будут проблемы. Поэтому я, если сеть Тануки брать, я отошел действительно. Там само оно как-то развивается и так далее. Но все равно стратегические решения я принимаю. У нас там совет директоров проходит регулярно. А другие проекты, особенно международные, я плотно погружен. Плотно. С утра до вечера. Пока я смотрю матч, вы смотрите этот выпуск. Кстати, он снят при поддержке моих друзей, компанией Беттери. Беттери – это новый беттинг-сервис для молодежи, которая любит спорт. Более того, Беттери – спонсор Самарского клуба Крылья Советов и молодежной сборной России по футболу. В приложении ты можешь не только ставить на любимый вид спорта или команду, но и смотреть трансляции матчей совершенно бесплатно. Беттери сделали все для того, чтобы тебе было интереснее следить за спортивными событиями, добавляя не только азарт, но и социальный аспект. И кстати, для моих подписчиков Беттери дарят промокод хата на 500 рублей при регистрации. Ссылка в описании. Это холл, гостиная. Мы видим красивые панорамные окна в пол. Вообще стиль дома такой хай-тек. Ну, это не хай-тек, это эклектика. Я видел дома соседей тут, и у них есть на крыльце гигантские колонны. Не, ну тут есть крутой дом Заха Хадид, очень, который единственный в мире частный дом. Расскажи, что из того, что я вижу, представляет большую ценность, имеет большую стоимость. Нам же это всегда интересно. Ну, рояль недешевый, наверное. Я, честно говоря, за него заплатил. Я не помню, сколько, честно сказать, не помню, но можно где-то загуглить. Но больше миллиона рублей однозначно. Честно, хоть и бей, забыл, сколько он стоит. Ты играешь на нем? Играю, я играю, друзья играют. Сейчас я играть точно не буду. Вот, я так играю не очень хорошо, но играю. Но он больше здесь как инструмент или как часть интерьера? Как инструмент. И как часть интерьера тоже. Вот видишь, ноты лежат. Ну да, используется активно. Еще и флейты есть. Ну это просто какая-то сувенир какой-то. А чьи тут портреты? А, ну это султан. Да. Да, единственное, кого я это узнаю. Каким образом он вообще стал известным в России? Вот интересно. Он стал дружить, по-моему, с Кридом. Да, мы его познакомились с Кридом. И вот и все. Я его оттуда и знаю. Да, он стал дружить с Кридом. Потом он перестал. Потом он дружил с Эмираном. Потом он сейчас дружит еще с какими-то блогерами. Вот так он и стал популярным. Он начал дружить с блогерами, артистами. Такой вопрос, наверное, часто задают. Какой? Почему ты бульдозер? Слушай, это было... У нас была кинокомпания «Бульдозерфильмс». Вот это такое простое очень. Мы назвали, там, режиссер у нас был, совладелец кинокомпании. Вот он, честно говоря, предложил, мне понравилось. У нас он называл «Бульдозерфильмс». Ну, а потом это оттуда перетекло «Бульдозерфильмс». Как бы на все остальное. Слово международное, оно всем понятно. Олицетворяет с собой такое движение вперед. И сметая все на своем пути. Да, да, да. Поэтому оно хорошо звучит, на самом деле. И хорошо запоминается, самое главное. Ну, то есть это не какой-то отзвук 90-х? А что в 90-х такого было? Ну, в 90-х очень много было каких-то погонял популярных там. Да нет, у меня это... Нет, конечно, конечно. Я много раз на видел акустики, но здесь такое ощущение, что это что-то винтажное. Нет, нет, это не винтажное. Это американская акустика. Колонки это... В общем, это американские колонки. Я забыл, как это бренд называется. Ну, тут, в принципе, все написано. Макинтош компоненты стоят. Ага. Ламповые усилители. То есть это все современное, но сделано под старином? Да, да, да. Ну, плюс еще у меня есть вот эти вот вертушки довольно красивые, но я почему-то ими не пользуюсь что-то. Вот я хотел их купить все время, купил и вообще не пользуюсь. Сколько ты отдал за это все? Да я не помню, ну, я реально не помню. Ну, вот эта штука стоит, по-моему, 60 тысяч долларов. Вот эта. Вертушки? Да, вертушки. Ну, это дорого стоит, на самом деле. Ну, я подозреваю. Ну, там, ну, наверное, вот эта вся история вместе взятая, ну, 1200-300 долларов, наверное, стоит. Наверное. После такого про телевизор даже бессмысленно спрашивать. Мне еще очень интересна вещь, которая висит над телевизором. Это какая-то дорогостоящая картина? Ну, это известный автор достаточно, Жорж Конде. Это хорошая работа его, музейного уровня. Хорошая работа. А есть ли в доме дороже картина, чем эта? Нет. А сколько она стоит? Ну, миллиона три, наверное, сейчас. Доллар. Ну, я понял, да. Именно из-за ценности или она... Не-не, мне нравится этот автор. У меня даже вон есть альбом с его работой. У него крутые очень. У него все работы в таком стиле. Ну, да, очень крутые. Ну, мрачноватые немножко. Пошловатые и мрачноватые, конечно, кадры. Ну, хорошие. С эмоциональной точки зрения это что-то добавляет? Нет, для меня картина должна вызывать эмоцию какую-то. Ну, вот, я и говорю, что-то... Ну, вот она вызывает эмоции, уже хорошо. Вот эта фоторабота, я ее купил на аукционе. Это Энди Уорхол. Это Энди Уорхол фотография, да? Да, да. Довольно редкая фотография, хорошо сделанная. Про шкуры. Это же настоящая зебра? Ну, конечно. А что в этом необычную? Ну, зебру можно купить где угодно сейчас. Ну, Москва такой город, здесь можно и павлина в 3 часа ночи жареного заказать. Да, можно. Так что зебра это никого не удивишь уже. Так, ну, учитывая, что 6 сентября этого года тебе будет 50 лет, ты не скрываешь свой возраст? Нет. Получается, ты 90-е застал уже в таком осознанном взрослом возрасте? Они как-то повлияли на твою жизнь? Ну, конечно, повлияли. Конечно. Ты с душевной ностальгией вспоминаешь это время или больше с содроганием и со страхом, что это время вернулось? Нет, почему? Конечно, ностальгия. Но интересное было время на самом деле. Время больших возможностей. Время перемен. Было очень интересно вообще, очень. И я благодарен, что я прожил в этот период и увидел их своими глазами, там, и, как бы, прожил этот период времени. Ну, там было интересно жить. Очень, очень интересно. Опасно и интересно. Ты, насколько я знаю, не из обеспеченной семьи? Нет. Ну, как ты можешь оценить, это была бедная семья или все-таки среднего достатка? Ну, какая-то не сильно среднего. Не, ну, такая простая очень. Простая семья, не бедная, но простая. Ты, когда уже повзрослел и начал зарабатывать хорошие деньги, дарил ли ты семье что-то дорогостоящее, запоминающееся? Ну, у меня семья такая, у меня мама только. Поэтому, ну, что, квартиру я купил там маме. Это тебе сколько было лет? Ну, может, лет 10 назад я купил квартиру. Ну, до этого я еще другую купил квартиру. Не, ну, мама там хорошо себя чувствует, нормально все. Не, я к тому, что, может быть, когда ты только начал поднимать свои большие деньги, у тебя был какой-то порыв показать маме, что, мам, у меня все хорошо становится в жизни, хочу тебе сделать приятно. Ну, это не дело, я, как бы, всегда зарабатывал, ну, как бы, вот, лет, наверное, с 20, вот сколько я себя помню, даже с 18, я как-то всегда что-то зарабатывал. У меня не было, я вот всегда что-то, вот, что-то мутил, крутил, у меня всегда были деньги. Нет такого, что у меня вот раз там и в 30 лет появились какие-то большие деньги. Я вот постепенно, постепенно, мне не было никогда вот такого прям резкого, да, все было постепенно. И в 20 лет у меня были деньги, и первая машина, я себе свою купил там лет, мне было 19, по-моему, иномарку и так далее. То есть у меня, как бы, вот, это так двигалось постепенно. А чем ты себя сейчас мотивируешь, чтобы продолжать зарабатывать больше и больше? А я, как бы, мотивирую ее тем, что я постоянно открываю какие-то новые проекты, у меня новые проекты в разных, причем, странах, новые цели, новые люди и так далее. Это интересно, это интересно. Камин, я не знаю, сколько он стоит, как его оценить. Это часть интерьера, в общем, да. То есть когда ты делал ремонт в этом доме, он уже был запланирован в проекте? Да, да. И ты потом общую сумму отдал, и не знаешь, что, сколько стоит? Да, да. Так и было. А здесь какие-то древние... Не-не, ничего древнего, вообще ничего, ничего нет. Все это имитация? Да, да. Чисто для стиля? Да, да. То есть ты не коллекционер каких-то? Не, ну это какие-то подарки там, мне кто-то что-то дарил. Вот они тут встали все. Ты чувствуешь себя счастливым? Ну я периодами чувствую, периодами, нет, это же так, одним... Не бывает такого, что у тебя вот абсолютное счастье, не переставая, нет, такого не бывает. Бывают же у людей какие-то периоды прям вообще, когда они понимают, что вот все, какой-то тупик, какое-то затишье, какая-то стагнация. Ну, кризис ты имеешь в виду? Ну да, какие-то кризисы. Ты знаешь, у меня, слава богу, бог миловал с кризисами, не бывает у меня таких кризисов, не бывает. У меня просто всегда, я всегда загружен и перегружен даже информацией, поэтому мне некогда думать об этом просто-напросто. Остались у тебя какие-то материальные цели, которые еще не исполнены? Да, они тебя зажигают, и ты хочешь поскорее-то приобрести? Они меня не зажигают, но они у меня есть. Что вот, например, хочешь увидеть? Ну, самолет, лодка большая, да. Есть, конечно, такие желания. Остров? Не-не, остров мне не особо нужен. Ну, короче, яхта и правый джет. Да. Твой смысл жизни, он в чем? Я думаю, это саморазвитие и движение вперед. Вот тут коты у меня в основном на кухне. И рыбки. Вот коты вот так вот лежат. Все будут жить здесь? Нет, я уже устал от них. Но кошка остается здесь, мама. Кошка, да, да. Кухня, мне кажется, или она относительно другого интерьера в доме достаточно скромна? А тут есть специальная кухня. Вот такая вот. Так это прямо, ну, рестораторский прикол, чтобы кухня была скрыта, да? Да нет, не рестораторский, нет, нет. Ну, просто когда сюда приходят готовить, еда, она пахнет сильно, да. Я не люблю, когда запах еды в доме. Вот, ну, вообще, в таких больших домах, как правило, своя кухня внутренняя. Туда могут повара приехать, приготовить, там, и так далее. Вот, ну, такая профессиональная кухня, да, со станцией такой по центру. Аквариум? Ага. Ну, аквариум такие недешевые. Сколько он стоит, я не знаю. Ну, в районе. Вообще без понятия. Но это можно где-то вам, вы можете, вот, например, взять, там, загуглить, например, и... Ну, нам так и придется делать. Да, да. А люстры есть какие-то в доме, которые вот тоже такая значительная стоимость? Ну, они все дизайнерские, я не знаю, я реально, честно, я могу соврать, я не помню. Саша, складывается ощущение, что у тебя иногда есть желание немножко раздвинуть грани дозволенного. И так как сейчас у нас общество, ну, за последние годы особенно, очень сильно изменилось, и это влияние Запада, все становятся супер толерантными, там, супер боятся кого-то оскорбить, обидеть и так далее. У тебя, наоборот, в этом плане, если посмотреть даже посты в Инстаграме, очень простое к этому отношение. Ты можешь выложить и темнокожую девушку, появилась фотография. Была у вас реклама у Тануки, когда... Да, да, за прожирных. Да, именно про них, про людей с лишним весом. Да. Вот. Ты даже вот с выбором, в принципе, слов в адрес людей не церемонишься, и такое прослеживается. Обвиняли тебя и в сексизме, когда открывалась хорошая девочка, ресторан. Ты это делаешь нарочно, чтобы немножко спровоцировать общество, или у тебя это просто получается, потому что ты такой? Я вообще за свободу высказывания. Вот. Поэтому я, может быть, иногда даже это делаю специально для того, чтобы показать, что я не хочу в рамках этих находиться. Люди сами себя загоняют в какие-то рамки. Я не думаю, зачем и почему. Поэтому я считаю, что человек, особенно как бы... Я лично считаю, что я имею право высказывать и делать то, что мне хочется. И я никому за это ничего не должен. А по поводу жирных, я просто говорил. Я к жирным-то, к людям с повышенным весом, я отношусь, как к... Ну, мне их жалко. Да? И более того, мы сейчас делаем проект, где я им помогаю терять вес. Это жир-шоу. Молодец! Обязывай! Ее подсадить невозможно, мне так. Давай-давай-давай-давай. Держишься? А давай сразу определимся, жирный это от скольки, вот если у меня там складочка небольшая есть. Ну, от ста где-то. А, вот так. От ста. Поэтому я просто говорил о том, что я на работу не беру к себе жирных людей. Потому что если человек проебал свое тело, он проебет точно мой бизнес. Ага. Это моя позиция. Я имею это право, на это право, потому что это моя компания, которую я бы создал с нуля. И в ней нет никаких государственных денег. Это мое личное дело. Вот я не хочу брать толстых. Я об этом говорю открыто и публично. Ну, по факту да. У нас, тем более, это в России даже не засудит никто. Ну, пожалуйста, пусть судятся. Хотел посмотреть, когда все жирные соберутся на суд против меня. Это будет забавное зрелище. Здесь что-то уже арабское есть. Да-да, это в арабском стиле сделано. Бассейная зона? Да. Там бассейн. Это, опять же, стекла аккуратнее. Вот там вход в бассейн. Я видел, как в этом бассейне плавали тигры. Да-да. Вот мы тут запустили сюда тигра. Он прям ходил свободно, без поводка. Насколько это безопасно для жизни? Это было безопасно. Он боялся нас вообще. Да-да. Он нас боялся. И он вообще в дом не хотел заходить. Вот, а потом мы затащили в воду, он так выскочил оттуда и лежал на бортике. Я к нему подплыл, погладиваю и все. Это единственный винный шкаф в доме? Единственный, да, единственный. Тут все. Ты понимаешь, я дома не пью вообще. Я дома не люблю бухать. Я не понимаю вообще прикола дома, алкоголизма дома. Не понимаю вообще. Но при этом у тебя что-то интересное здесь заваляло. Ну, это вот, вот это там большая бутылка, 3 литра, по-моему, этого Дом Периньона. Вот это у Пуслана хорошее вино, американское, очень хорошее вино. А вот это вот Петрюс бутылка, 13-го, нет, 2000 какого, 13-го, да? Петрюс. Ну, пятерочку он стоит, точно. Вот. Мне подарили, опять же. Я бы его сам не купил, потому что я небольшой фанат красного вино. Ну, это самая дорогостоящая здесь бутылка. Да, да, да. У меня есть друг, который ценитель вина, и он говорит, что Петрюс – это самое вкусное из красных вин, которые он пил в своей жизни. Ну, я пил один раз. Ну, я не понимаю в этом особо ничего. Я пью вино, чтобы оно вставило нормально в основном, и чтобы оно от него похмелило не было сильно. В бассейне ты плаваешь сам. Насколько я знаю, ты спортом каждый день занимаешься. Да, в бассейне каждое утро плаваю регулярно. То есть у тебя спортзал и бассейн – это не те части дома, которые простаивают у многих людей? Не те, не те. Тануки в определенный момент приложение у меня обновляется на телефоне, и я вижу там поддержку Pride месяца в поддержку ЛГБТ с флагом ЛГБТ. Это было сделано преднамеренно с точки зрения провокации какой-то, опять же? Да, это было так. Ну, мы как бы просто… Там был месяц какой-то толерантности, по-моему. Ну, есть месяц ЛГБТ прям. По-моему, это в июне и происходит. Ну, ко мне маркетологи пришли, говорят, Александр, давайте вот сделаем, у нас будет очень хороший пиар. Вот. Надо только продержаться и не реагировать на какие-то резкие высказывания. Ну, и все сделали, и был крутой. На всех федеральных каналах мы попали вместе с Мерседесом и с БМВ в обсуждение. Ну, было очень круто. Очень. То есть там медийность такая пошла вверх вообще. Круто было. Как дела в Штатах обстоят с их либерастической повесткой? У них же вообще трясутся над этой темой. Да, да. Ну, мне сказали американцы, что если бы я это сделал в Америке, то сожгли бы ресторан. Вот. Но я не знаю. Мы, может быть, как-нибудь сделаем это. Что-нибудь подобное такое. Может быть. Я помню времена, когда Амиран Сартаров, по-моему, снимал видео, и на твоем участке жили тигры прямо. Да, было дело. Сейчас ты отказался от этой затеи. Почему? Слишком дорого или некомфортно? Я резко бываю. А, надо следить же за ними, да, чтобы они привыкали к хозяину. Да, да. Мы сейчас где? В кинотеатре? Да, в кинотеатре. Здесь смотрим кино. DVD-диски? Да, почему-то я никак не могу перейти на вот эти вот всякие... Стриминговые сервисы, да? Надо перейти. Мне просто некогда. Надо вот как-то перейти на это. А как часто ты вообще смотришь кино? Ну, я люблю так вот сесть и посмотреть фильм. Ну, если я в Москве, ну, смотрю там раз в неделю точно. А самый частый вид твоего отдыха какой? Как ты проводишь досуг? Баню мы ходим, в принципе. Такой вопрос для меня непонятный, как я отдыхаю. То есть ты не разделяешь жизнь на работу и отдых? Нет, нет. Ты можешь отдохнуть и на работе, и поработать на отдыхе? Да, все верно, все верно. Но бывает такое, что ты... У меня нет такого, что я поехал отдыхать. Такого у меня нет. Пару недель на Мальдивах такого не увидеть в твоей жизни? Не, ну, я все равно, если еду... Вот мы сейчас были три недели в Европе, но мы там тоже дела какие-то делали. Там с кем встречались, обсуждали. Ну, и отдыхали тоже. То есть мы как-то вот совмещаем все время. Ну, я там с друзьями, с партнерами, я это имею в виду. А кино ты чаще смотришь с точки зрения оценить, как снято? Не-не-не, просто так. Я люблю кино. Просто кайфануть, расслабиться? Конечно, конечно, да-да. Бизнес в какой стране легче вести? Ты знаешь, везде, если ты правильно его ведешь, то его везде нормально, комфортно вести. Ну, правда. Ну, мы же знаем, что везде свой менталитет, что в России иногда проще с кем-то договориться, как-то по-свойски, по-братски. То же самое в Эмиратах, тоже там надо с кем-то договариваться, быть в хороших отношениях. То же самое в США, то же самое. Там отношения тоже что-то решают. Вот, поэтому это везде одинаково. Вот, везде есть свои законы и нюансы, там правила, но их надо просто знать и иметь грамотных управленцев локально в каждой стране. А это комната йоги у меня. А сколько времени в день у тебя уходит на занятия йогой? Я не каждый день делаю йогу. Раз в неделю, два раза в день. Это реально помогает какому-то духовному осознанию себя? Или чисто для спорта? Не-не, не для спорта. Ну, это, если делать каждый день, там, и жить этим, оно да. А как я делаю, ну, оно там как-то открывает какие-то каналы энергетические, вот. Дает какую-то бодрость, хорошее настроение, как-то так. Ну, у тебя какой-то есть любимый вид спорта, которым ты вот готов всегда заниматься в свободное время? Бег. Бег. Всегда занимаюсь. Ты еще и на иглах стоишь? Да, вот, пожалуйста, он игл. Это не игла, это гвозди. Гвозди, да. Да-да, стою. Могу сейчас даже встать. О, давай посмотрим. Это же реально острые штуки. Ну, папа, давай попробуй ты. Попробуй ты, а потом я. Давай. Ну, насколько я знаю, бывают и острее. А? Бывают и острее, да? Да, только надо сесть, а потом встать, наверное. А, вот так вот. Хорошо. А если мне уже больно, лучше не вставать? Нет, 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 надо встать и первые 10 секунд не уходить с досок, с гвоздей. Давай. Стой, 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 не уходи, не уходи, стой. И не думай о боли, думай о чем-то отличенном. Думай о чем-то другом, не думай о боли. Да, вот видишь, у тебя нормально. А если уже яичишки сводит? Стой, стой. Да не, потом будет облегчение. Ой, Саша, камон, камон, мне. Слушай, стой. О, я посыпался. Ладно, я хочу увидеть руку мастера. Как теперь просто ходить? Не, ну я, кстати, сегодня на них не стоял, да. Я стараюсь минуту где-то стоять. Мы вот снимаем же жир-шоу с жирными. Вот. И вчера у них был на гвоздях экспириенс. Вот, один из них 5 минут отстоял вообще. Меня это удивило. Но нижнейший вес, им же, наверное, больнее, я так думаю. Там 150 килограмм, представляешь, стоит на гвоздях. А один парень вообще, у него просто паника была. Вот он никак не мог себя заставить встать на гвоздь. Ни в какую вообще. У него страх, паника и так далее. Ну вот, чем дольше стоишь, тем боль притупляется, она уходит. Поэтому боль можно в себе как-то регулировать. Она уходит постепенно. А зачем это нужно? Это очень полезно, потому что на стопах находятся все точки основные, которые именно управляют нашим телом. Минуты пошла. И это хорошее воздействие вообще. Запускает механизмы все активные в теле. Но у меня вот сердечко быстрее забилось после того, как я постоянно. Да, ну это от боли. Это от боли. Это у тебя реакция на боль. А можешь ответить на вопрос, почему ты сторонишься вопросов о семье, личной жизни? Ну потому что это личная, это приватная жизнь, которая, я считаю, не должна быть известна там. Я не хочу просто об этом говорить и не хочу. Я считаю, что это личное дело мое. В одном из интервью ты сказал о том, что деньги лучше хранить дома. На что спрашивающий тебя человек удивился и говорит, но ведь все наоборот, бизнесмены и предприниматели рекомендуют вкладываться в активы, чтобы деньги работали, они сидели и не стояли мертвым грузом, инфляция сожрет и так далее. Ты говоришь, ну вот вкладываться в активы и так далее, это все может прогореть. А деньги лежат, пусть даже если они потихонечку сгорают, но зато они лежат у тебя. Я имею в виду не то, что дома хранить, я имел в виду, что лучше их не тратить, если они где-то есть, то не надо их вкладывать в какие-то непонятные акции и так далее. Лучше пусть они лежат где-то. Ну то есть дома навряд ли, но может там в банковской ячейке или на счете в надежном банке и так далее. Я это имел в виду. Ну у тебя был, насколько я знаю, случай в жизни, когда тебя ограбили на большую сумму именно дома? Да, было, было. И там вплоть доходило до того, что какие-то издевательские меры были применены в твой адрес, да? То есть серьезно люди подготовились, знали, что у тебя есть деньги дома. Да, я дома деньги не храню с тех пор. Я поэтому и обратил внимание, что интервью такое прозвучало. Неправильно прозвучало, я имел в виду, что не надо их вкладывать в непонятные какие-то активы, которые тобой не контролируются. Как у меня, у меня много друзей, тех же артистов, советуются, говорят, вот мне предлагают какие-то акции вложить. Вот у него есть капитал 30-40 миллионов рублей. Вот он говорит, хочу, предлагают в акции вложить, куда-то еще вложить. Я говорю, купи квартиру себе лучше. Вот у тебя же нет квартиры, вот купи квартиру. Вот Паша Деревянко, мы с ним как раз так. Он говорит, вот мне предлагают, такой ты бизнес, такой ты. Говорю, Паша, купи квартиру, у тебя квартира, у тебя жить негде. Купи, он купил себе квартиру и счастлив абсолютно. Лучше их вот на себя тренировать. Ты считаешь себя лучшим ресторатором России? Нет, не считаю. Ну, назови тогда трех лучших, на твой взгляд. Назовать не буду. Зачем вы рекламировать их? Ну, есть в России очень сильная конкуренция среди рестораторов. Я бы не мог так сказать. Это будет нескромно, по крайней мере. Я могу сказать, что наша компания сейчас лучшая, это точно, лучшая на рынке Украины. Именно в плане ресторанов. Это точно. То есть мы там первое место занимаемся сейчас. Вот это интересная картина, вид с одной башни близнецов на другую. Это ресторан в одной из башен, которых уже и нет в общем. С 2001 года, с 11 сентября. То есть такая фотография интересная. Как ты охарактеризуешь третий этаж? Никак. Третий этаж. Итаж номер три. Кроме бильярдного стола что-то несет еще функционал? Ну, тут спальни гостевые. Вот. И библиотека. Здесь только инсталляция. И бильярд. Ну, и бильярд, в него можно поиграть. Можно. А в это же ничего с ним функционально не сотворишь, я так понимаю. Нет, это феникс. Сколько стоит феникс? 50 тысяч долларов. Его купил на арт базе или в Гонконге. А бильярдный стол? 100 тысяч евро. Это какое-то редкое дерево, макосар, по-моему. И он такой необычной формы, на самом деле. И цвет полотна нетипичный. Ну, такой интересный, да. В Париже. И не русский, кстати. Американка же. Но тут все картины вызывают эмоции. Но особенно я смотрю сюда. Это жир. Это мясо, да. И черная дыра какая-то в нем. Ага. Что такое? Не знаю, я как-то не задумывался. Мы идем в дверь, которая под кодовым замком. А сколько у тебя человек в доме занимается его обслуживанием? Двое. Два человека? Угу. И этого хватает? А почему нет? Это включая там охрану, да, и все? Нет, охрана отдельная. А, охрана отдельная. А сколько всего человека? Два человека охрана отдельная. А охрана здесь не проживает? Проживает тоже. Но про охрану я не буду ничего говорить. Хорошо, их очень много. Не буду ничего говорить. Ладно. А сколько стоит содержание такого дома в месяц, например? Не считал. Вроде не знаю. Ну, хотя бы там больше миллиона рублей или нет? Ну, около этой суммы, я думаю. Где-то так. Сейчас мы в библиотеке. Угу. Кроме библиотечного функционала эта комната еще что-то несет? Ну, как кабинет она может использоваться. Я так понимаю, что дерево, которое использовано для библиотеки, это что-то недешевое? Это не красное? Нет, ну, оно, я не помню, что это за дерево. Но это все недешево, конечно. Это все сделать было очень недешево. Это ручная работа. Вот камин еще есть. Это для красоты или ты действительно настолько много читаешь? Ну, я как бы хотел иметь библиотеку всегда. Такую именно, вот в таком стиле. В классическом, таком английском. Часто тебя можно увидеть здесь, вот, лежащим на этом диване и читающим какую-нибудь классику? Ну, иногда можно. Ну, тут лес. Я даже не вижу соседей. Они там есть? Нет. С этой стороны нет. А что, с этой стороны находится? Лес. Только лес? Да. Это очень удобно. А есть вероятность, что кто-то с хорошим состоянием финансовым купит вот участок рядом? Нет. Такого нет варианта? Нет. Это какой-то заповедник. Это охраняемый лес. После того, как ты вышел в медийное пространство, тебя стали чаще узнавать на улицах? Да, стали. Какой процент этих людей фотографируется и говорит, Александр Пистолетов, я смотрю у вас с детства? Никто не говорит. Никто не отмечает сходства? Ну, как бы, если нас рядом поставить, мы не сильно похожи. Ну, мне кажется, вот именно если отдельно на улице это встретить? Нет, нет, никто, конечно нет. Ну, тем более, он же фрик вообще, этот Пистолетов-то. Да, но вот забавляет тебе тот факт, что кто-то... Ну, у меня как-то вот друзья прикололись, мне сделали такой сюрприз, розыгрыш такой. В комментариях пишут и сравнивают тебя с Пистолетовым. Ты вообще знаешь, кто это? Нет, а кто это? Это известный фрик в интернете. Фрик? Да. А тебе дох, скажи за один вдох. А развели мы вас? У друзей был день рождения, много было артистов тоже там. Я пришел на сцену говорить, поздравлять, и там у меня этот именинник говорит, Саша, у нас для тебя есть сюрприз, мы тебя брата твоего нашли, и привели этого пистолета, одетого в костюм Бэтмена. И он, оказывается, стоит вот это вот все, любое, вот когда он на поводке там ходил, вот эта вот история стоила там 10 тысяч рублей. То есть он вообще не сильно дорогой. 10 тысяч рублей, 3 часа можно с ним делать все, что угодно вообще. Это гостевые спальни? Да. А это тоже какой-то известный художник? Нет. Это просто художник. Ну, он известен достаточно. Илья Тичкан из Украины. Ну, хороший художник, у меня много его работают. Это, ну, вот никого не напоминает этот обезьян из политики? Да много кого. Нет, я имею в виду по выражению лица там и по позе. Ну, мне кажется, это очень похоже на Владимира Владимировича. Нет. Нет? Нет. Зря я это сказал. А кто это? Это Берлускони. Серьезно? Я даже не узнал. Что-то не узнал я. Может быть, потому что уже давно нигде не мелькал. Проход через туалетную комнату? Ну, тут одна комната. Она совмещенная просто на обедном, вернее, она одна на две комнаты, да? Да, да. И вот это здание Захиха Хадид, которое... Твой первый пранк, где ты пранканул Джигана на Ютьюбе. Когда я смотрел, я, зная, что это пранк, и то просто охренел от того, как ты, там, обошелся с людьми, которые устроили вечеринку в подвале. Э, сука, блядь! Ты чё ты, блядь, блядь? Чё ты сказал, блядь? Это кто такой, блядь, эти, блядь, ты не понимаешь? Ну, ты реально бил их плеткой? Ну, потому что как это сымитировать, я не представляю. Бил, бил, чуть-чуть бил. То есть получается, что люди изначально шли на роль, зная, что получат плеткой... Да, у нас даже еще репетиции были, я тоже их бил. То есть их еще несколько раз там лопанули. Да, да. Потом ты вообще, там, чуть ли не пострелял человек... Ну, понятно, здесь уже имитация. Вот. Но раз, как бы, Джиган, да, и твои близкие люди, которых ты разыгрываешь, верят в это, то есть такие методы, в принципе, могут от тебя ждать люди? Да. То есть, настолько жесткие методы... Я не могу так поступить, если меня как-то вывести из себя. Самое удивительное, что Джиган не испугался вообще. У него была реакция, как будто, знаешь, ну, ничего и не происходит. Да, он там, по-моему, за мной побежал и говорит, Саня, ты в порядке, там, что делать? Что дальше делать-то будем? Вот. Два человека лежат там. Мне кажется, надо было его продавливать дальше, говорить, давай вместе погрузим тело в багажник, поедем, отвезем. А потом, говорит, он, оказывается, приехал туда из тира, он в тире был. Ага. И он как раз, как бы, к выстрелам там привык, поэтому, когда начал стрелять, он так не сильно удивился. Он вообще спокойный парень. А в начале пути твоего предпринимательского приходилось когда-то применять вот такие жесткие методы? Да, даже в середине приходилось. 90-е еще не закончились. Ну, конечно, ну, мы когда там, мы даже сейчас иногда, ну, я уж сам ничего не делаю, но если мы ловим группу каких-то мошенников, да, которые там обманывают нас, либо это наши сотрудники, либо кто-то еще, но мы их там можем куда-нибудь там отвезти в какой-нибудь подвал и там нормально так побить их. А я слышал, что твои люди, по-моему, охранники, да, украли 100 миллионов рублей твоих? Ну, не хотел бы это обсуждать. Саш, дом очень кайфовый, спасибо, что его показал. Спасибо. Я бы, если честно, сам с удовольствием в таком жил, потому что соседские колонны мне не близки, а вот такой стиль, он прям очень классный, и то, что ты в лесу, можно сказать, живешь, у тебя такой офигенный воздух, такие классные виды из окна, из балкона. Я, честно говоря, по-белому завидую тебе. Рассказывай самую главную информацию, сколько стоит хата, сколько стоит весь этот дом. Ну, я не приценивался, я не знаю, сколько он стоит. Но ты имеешь в виду сейчас, ты не знаешь, сколько он стоит. Я не знаю, сколько он сейчас стоит, и не знаю, я не помню, сколько у него в день денег было вложено, тоже не помню. Это очень странно, у тебя очень часто пропадает память на финансовых вопросах. Ну, не помню, но я думаю, что от 30 до 40 миллионов долларов, где-то так. Это тебе встало строительство? Нет, ну, стоит столько. А, стоит сейчас? Скорее всего, да, скорее всего. Это вот сейчас его продать вот так вот. А вот как ты относишься к недвижимости, если тебе кто-то предложит 50 миллионов, ты запросто отдашь, или все-таки это твое уже родное, к душе? Если дорого предложат кто-то, продам. Ну да, предложат хорошую цену, там, может, даже чуть выше рынка. Вообще без проблем. Без проблем и будешь новый строить. Естественно, даже интереснее будет. Саш, спасибо тебе большое, что показал дом. Всегда пожалуйста. Да, если вдруг будет желание рассказать о какой-то еще своей недвижимости, мы всегда рады. Друзья, мы для вас открыты. Если у вас есть дом, квартира, дача или другая недвижимость, которую вы хотите показать в моих выпусках, я всегда открыт. Пишите мне в директ, здесь мы договоримся. Сегодня мы, как всегда, проведем розыгрыш в конце. Но, Саша, я знаю, что ты приготовил сюрприз для наших подписчиков. Да, я готов дать 100 тысяч рублей и 5 сертификатов Тануки, каждые по 10 тысяч рублей. В итоге получается 150 тысяч. И сходить, может быть, в любом городе? В любом городе, где есть Тануки, мы вас ждем. Итого у нас один главный приз. Это 100 тысяч рублей и 5 дополнительных призов. По 10 тысяч рублей сертификаты. Это можно всю семью и компанию друзей еще накормить. Да, и какие условия расскажи. Условия простые. Вы подписаны на мой канал, естественно, обязательно. Подписывайтесь еще и на канал Ор-Шоу. Так называется канал Александра Орлова. Ссылочки на все я оставляю в описании. И пишите в комментариях веселый, интересный, креативный коммент от себя. Как всегда, мы совместно совещаемся, выбираем лучший, самый прикольный, на наш взгляд. И отправляем приз победителю. И еще 5 комментариев, которому летят сертификаты. И еще хочу добавить, не забудьте снять дом козы. Он тут на территории. Пойдем смотреть дом козы. Человек из предыдущего розыгрыша, который забирает пятерочку, это ты? Вот твой комментарий мне понравился больше остальных. С вами был Саша Великолепный, коза Жасмин. Ну и потрясающий дом, в котором я бы хотел остаться. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok